Ребят, всем привет! С вами Квантум и Мехакер. И, друзья, сегодня просто безумнейший контракт обмена и открытие кейсов. Миша, ты готов к безумию? Привет, ребятки! Конечно, готов. Короче, Миша, смотри, начинаем мы с тобой с открытия кейсов. Давай, короче, погнали. Выбираем просто рандомный кейсик. И нет, сделаем немножко по-другому. Сделаем себе право выбора. Берём ключ и выбираем кейсик. И выбираем особо редкий предмет в виде перчей. О, думаешь, поможет? Погнали. Я не думал, я надеюсь, что это поможет и нам выпадет хотя бы не синева. О! Ну, хотя бы не синева, да. Отлично. Первая фиолетовая пушка. Это уже что-то, мне кажется. Так, ну ладно, давай тогда открываем следующий кейс. Используем ключ, выбираем предмет и... Давай, выберем тогда... Ладно, к примеру, что-нибудь подешевле. И нам сейчас выпадут перчатки, наверное. Часто тебе перчатки выбирают? О, нет, смотри, тварина какая-то. Сейф-тофф улетел. Выбираем следующий кейс. И по-прежнему выбираем особо редкий предмет. Я думаю, это нихрена... Нихрена нам не поможет. Ты что думаешь, Миш? Прикинь, сейчас перчатки такие подъезжают. Ну, это габен, но он, бля... Ну, почему? Кстати, статрековский. Статрековский ствол полимера. Ну, хотя бы сегодня... Ну, это синева. Это синева. Много оно тебе не даст. Миш, смотри, мы переходим к самому интересному. Это контракт обмена. Все пушки прямо с заводок, я и говорил. Что ты хочешь скрафтить из этих пушек? А вот смотри, в лучшем случае нам выпадает удар молнии, в худшем случае это либо... Блин... Защитный кар... Вот. Так, закидывайся. Удар молнии самое максимальное, что может выпасть. Миша, статрековская прямо с завода, она стоит дохрена и больше. Ну, если статрековская, ну да. Главное выбрать все прямо с завода и все статрек, чтобы тут не было чужих среди своих или своих среди чужих. Так, статрек, статрек, статрек. Ты следи за этим, пожалуйста, Миша. Ты пистолет чуть не добавил. Нет, пистолет нам все равно нужен. Это часть контракта обмена, да. Это то, что нам дает шанс на выпадение удара молнии, вот. Окей. Что это такое? Так, закидываем статрек и у нас остается два слота как раз для этих пистолетов. Нужно было один в начале, другой в конце ставить. Так, смотри. Все стволы у нас статрековские. Давай проверим статрек, 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 статрек. Ага, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, все у нас статрек и стоимость этого контракта, ребят, более 10 тысяч рублей. Я надеюсь, нам выпадет удар молнии просто. А еще бывает такое, что сглязеть можешь. И удар молнии нам выпадает, смотри. Защитный каркас, какого хрена статрек? Ты знаешь, Миша, 10 тысяч, этот ствол стоит максимум тысячи две, блин. Сейчас я посмотрю. Ребят, это короче, га-а-а. Фома статрек, защитный каркас стоит 5 с лишним тысяч рублей прямо с завода. Но это просто полная жопа. С учетом того, что статрековский удар молнии где-то, наверное, по тридцатку стоит. Ну, в районе такого. Да, продолжаем. Так, ребят, мы переходим на новый сайт, который называется topskin.net. И сейчас мы здесь попытаемся окупиться. И попытаемся открыть пару кейсов. Посмотрим, что нам выпадет. Окупиться. Окупиться надо сеймо. Окупиться, это самое главное. Вот, отец Михаил сказал, что мы окупимся. Это пророчество. Так, смотри, Миша, я предлагаю начать с... Ну, к примеру, давай случайного засекреченного. Посмотрим, что нам может выпасть. Кстати, кейс-то по скидочке идет. Откроем его. Да тут почти все с кейсом. Да, тут все кейсы по скидочке. Кстати, ребят, сайт только открылся. И как показывает практика, сайт только открывается. На нем выпадает хороший дроп. Так что переходите, открывайте. Да, потом они начинают зажираться. Зажираются, да. А сейчас самое то. Так, давай тогда открываем кейс за 249 рублей. И смотрим, что нам с него выпадает. Так, нам главное окупиться. Чтобы мы не ушли в минус. Ну, хотя бы в ноль уйти. Ну, смотри, много статтрековских пушек. Это первое правило предпринимателя, блин. Сколько он стоит? Но что-то не долетело. Водяной вроде неплохо стоит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И сколько он стоит? Так, походу, что-то это самое. Барабанная дробь. Барабанная дробь у меня, короче, это самое. Браузер устарел, его надо бы обновить. Так, давай в инвентарь зайдем. Посмотрим, сколько это стоит. Где мой инвентарь? И 417 рублей он стоит. О, еее. Окупает он почти в два раза. Так, ребят, мы обновили браузер. Теперь, я думаю, все будет пучком, как говорится. Я предлагаю открыть случайное тайное. Он тоже нас по скидке. Давай его крутолемко смотрим. У них у нас, кстати, скидка-то 400 рублей. Скидка-то 400 рублей. Скидка-то не детская. Скидка... Миш, смотри, кто кейс открывал. О, это мой босс. Это мой босс. Так, открываем красненький кейс. Тайное оружие. О, тут даже звуки появились. Ничего себе. Обновил браузер, называется. Нормально. О, битузка пролетела. Была бы она еще статрековская. Нифига, даже анимашки вращаются. Прикольно. Ты видал, там медуза пролетела, до нее была. Медуза? Смотри, сколько она стоит. Ну, так это удар молнии, конечно. Давай откроем тогда еще раз случайно засекреченное. Посмотрим, что с него выпадет. Давай. Потом откроем каких-нибудь мелких кейсов дешевых. Посмотрим, что оттуда выпадает. Все статрековское. И выпадает карти сейра. Ну, блин, за 100 рублей продать. Нет, мы ее не будем продавать. Это трасс не окупает он. Да, давай попробуем еще раз открыть. Открываем еще раз кейс за 249 рублей. И пусть это будет статрековская пушка. Так, ну все равно. Ну, статрековская пушка. Рыцарь. Вот у всех это было бы неплохо. Рыцарь. Рыцарь. Ох, нихрена себе. Сколько он стоит? Да ладно. Я смотрю. Короче, ребят, ребят, это крафт АВП Драгон Лор. Да, детка? Забираем его себе. В следующем видео крафтим Драгон Лор. Вообще найс. 17 тысяч. Это топовая пушка из этого кейса? Она прямо из завода. Давай еще раз крутанем этот кейс. Мало ли что нам выпадет. Может, что-нибудь таки хорошее нам да и выпадет? Не, ну то, что рыцарь выпал и такая... Юспес, блин! Я все понял. Я все понял хорошо. С этого кейса хватит, походу. Давай, может быть, еще раз попытаемся случайные тайны открыть. Ну давай. Все-таки... Ты хочешь спустить все бабло, да? Ну нет, я не спущу все бабло, по-любому. Акихабара. Что? Что это запущено? А, кстати, неплохо она стоит. Нифига, да, 2600 неплохо. Она вообще мощно стоит. Так, ну, не знаю, давай не будем продавать. Давай попытаемся все в контракт обмена запихнуть. Здесь также контракты есть. И рыцаря тоже запихаешь. Не, гонишь. Рыцаря мы оставим. Рыцаря мы не будем запихивать. Так, давай, короче, вот это уходит у нас, вот это уходит. Нет, рыцаря мы оставим. Что-то нам не хватает предметов. О, кстати, мы можем с контракта создать четырех предметов. Лол. Давай попробуем. Распишитесь. Пожалуйста, распишитесь. Ну, допустим, расписались. Пусть такое что-то будет. Мы расписались и что нам выпадает? Зачем ты распись Халдора использовал? А, ну, я думал, он не обидится. Ты как думаешь? Теперь все знают. 6 980! Вах! Ты подожди, сколько мы потратили? 6 980. Неплохо. Погоди, а сколько ты закинул? Ну, по-моему, ты меньше закинул. Давай его продадим и откроем ножичек. Я думаю, это будет интересненько. Посмотреть, что нам сейчас выпадет из ножевого кейса. Тоже, кстати, скидка. Кстати, тоже скидка на ножевой кейс. И открываем... Че? На ботах нет вещи для выбранного кейса. На ботах нет ножа. Блин, хреново. Трейды ботов. Кстати, боты тут оружки всем отправляют, раскидывают. Так, кажется, мы не откроем сегодня ножевой кейс. И еще пушки остались топовые. Да, кстати, пушки мы заберем себе. Давай это прямо сейчас и сделаем. Кстати, где мои пушки? Рыцарь мой. Так, вот он. Забираем его, отправляем. И забираем свой удар молнии. Так, нужно сначала забрать. Так, мне трейд прилетел. Отвечаем на предложение. И забираем наш скинчик себе. Так, принять обмен. Ребят, это новый рыцарь как раз для контракта обмена. Может быть, Драгон Лор нам выпадет в следующем видео. Обидел нас гейп в этот раз, да, Миша? Неа. Друзья, ну что же, играли мы на сайте topskin.net. Заходите, играйте. Ссылки в описании. С вами был Квантум и Мехакер. Всем до скорых встреч. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok